Всем привет! С вами Полина Холт. И сегодня я вам расскажу и покажу про свою куклу Сея Кьюпид или Са Купидом. Это будет у меня самая первая рубрика на канале. Она будет называться Обзор Аверяшек. И как я уже рассказала, то что будет обзор сегодня именно на Кьюпид. В данный момент у меня насчитывается 9 Ever After High и 18 Monster High. По счету у меня, конечно, Кьюпид это, по-моему, 6 или 7 идет. По счету точно не знаю. Но у меня 27 кукол в коллекции. То есть Monster High и Ever After High, если посчитать. Я в это видео вставлю либо вот здесь, либо вот здесь фотографии своих куколок. То есть не по отдельности, а по полностью. То есть первый там ряд, второй ряд и так далее. Кто не верит, делаю. Ну, в принципе, это ваша проблема, если будете не верить. Ну, давайте начнем. У меня вот такая вот она куколка. Она настоящая. Это коробочка от нее, подставка есть, крылышки, потом там, ну, лук. Там, вот. И небольшая вот такая вот. Сейчас я поставлю на подставочку. Ну, я вообще называю ее как бы, как, ну, даже можно сказать, не подсказка, а биография. Вот. Биография о самой куколке. Вот. В принципе, если, если, можно даже посмотреть в интернете, то есть их не сайт. Я внизу под комментариями напишу вам этот, ну, сайт скину, и кому надо будет, тот заходите. Также еще Monster High скину, официальный сайт. Вот. Там, в принципе, разные биографии, игры, видео разные. Даже можно, по-моему, купить куклу Ever After High. У кого нет в городе такую куклу, но цены, конечно, там большие. Сразу предупреждаю. Вот. Вот такая вот биография. О, вернее, сайт. Тут такой ноутбук. Вот. И здесь внизу написано, сейчас, не знаю, качество, конечно, не передаст. Вот здесь вот 2013 Маттл. То есть, эта куколка, как я поняла, в 2013 году была произведена. Вот. Ну, я ее купила в 2014 году. Вот. Ну, я все подробно потом расскажу о самой биографии. А сейчас начнем, наверное, с коробочки. Вот. Потом уже с куколки и так далее. Сейчас я уберу все вещи, чтобы они не мешали мне показывать саму коробочку. И буду рассказывать и плюсы, и минусы этой коробочки. Потому что, у кого нет такой куколки, в принципе, им будет интересно посмотреть, какие есть минусы, какие есть плюсы в этой кукле. И в коробочке. Коробочка, конечно, сама выполнена в виде книжки. Если посмотреть вот так вот, то она выполнена в виде книжечки. Вот так вот. Вот. Лицевая сторона и задняя сторона. Сама по себе куколка очень красивая. Сначала я ее не хотела покупать. Из-за того, что как бы, ну, я этого персонажа не очень сильно такие любила. Вот. Еще в Monster High. Вот. И как-то я решила все-таки, ну, пополнить свою коллекцию именно ей. Потому что моей маме она очень сильно нравится из Ever After High. и я как-то решила ее приобрести к себе в коллекцию. Вот. В принципе, если посмотреть, то такие куколки в интернет-магазине будут базовые. Очень дорого стоят. А Кьюпид, она сама у меня базовая. Вот. Ну, если посмотреть под картиночки. вот это ее такая вот картинка. Идет фотография небольшая. Вот здесь написано Сеат Кюпид. Значит, дочь бога Эроса. Дочь Эроса. Дочка Эроса. И там еще на двух нерусских вот здесь вот языках написано как... Ну, название еще. Вот. Также лицевая сторона выглядит вот так вот. Наверху написано Сеат Кьюпид. Вот. И сама коробочка выглядит в розовом цвете. Здесь такое вот сердечко. Потом вот такой вот герб Ever After High. Я не буду о нем все рассказывать. В принципе, вы видите, как он выглядит. Потом еще с возрастом плюс 6. Здесь и на мультике то плюс 12. Почему-то именно так. Вот. Ну, здесь, в принципе, вот такой вот одним словом там лук. Ну, не знаю, что объяснить, как. Здесь, там в виде книжки, если посмотреть, там есть немного небольшие потертости в виде слов на английском языке. Там вот еще сердечки такие. Вот. Тут, в принципе, розовым цветом все. И, если вот здесь я еще не договорила, кстати, здесь вот есть ее такая небольшая печать. Она фиолетовым цветом. И внутри у нее сердечко таким вот, ну, не знаю, оранжево-золотым. Очень красиво. Вот. Видите, такая вот девочка еще. Она везде на всех коробочках базовых и не базовых, по-моему. Вот. И вот это идет уже оборотная сторона. Здесь мы можем увидеть вот такую вот дырочку в виде ключика. ну, вернее, замочка, чтобы ключик туда втыкнуть. Вот. Но на самом деле здесь у меня, например, у Медали, ну, моей базовой, подставка фиолетовым цветом. И когда я ее покупала, я могла увидеть, какая сама по себе подставка цветом вот через эту дырочку. То есть, там даже можно посмотреть, есть ли подставка или нет. Потому что сама по себе подставка, она была приклеена там внутри, вот в коробочке. Я все, конечно, расскажу. Вот. Но это обычно такую вот небольшая бумажка. когда придавалась куклу и сюда наклеили. Если я ее отклею, там, конечно, грязный вот клей останется. Вот. Еще вот есть здесь небольшая такая биография на разных языках. Она почти такая же, как и вот в самой вот этой вот бумажке. Биографии. Вот. И ее лучшие, друзья, это Apple White, Blondie Lox и Эшлин Элла и Хантер, Хантенсмен, по-моему, я не знаю, как правильно, простите, если я неправильно назвала его имя и фамилию. Вот. И здесь еще раз такой же сайт идет, ну, вот как, например, вот в этой биографии. Сейчас, секундочку. Показывала вот такая вот биография, ссылка на, ой, биография, ссылка на сайт. Здесь вот он на разных языках выполнен, на русском. А украинском еще на каком-то языке и на еще каком-то языке. То есть здесь много языков. Вот. В принципе, это вот такая небольшая биография. Здесь еще на русском языке есть. Вот здесь вот этих сейчас найду. Ты наследник или отступник? Вот. Здесь первая сразу идет. Ну, это, в принципе, так вот просто мы сделали. И вот здесь почти в полный рост, даже нет, в полный рост Кюпид. Здесь просто Ever After High написано. Очень даже красиво так. Вот. И это все о коробочке. Кстати, минусы ее. Минусы у этой коробочки есть. У кого нет этой куколки, в принципе, будет вам интересно. Здесь вот, как вы видите, вот такая вот штучка, это она открывается, коробочка на ней. И очень, кстати, трудно открывается по сравнению с Monster High, когда у них картонные коробки, там легче открывается, и она не будет как бы вам руки резать, пальцы там, не знаю, руки как бы открывать, да. Вот. Ну, в принципе, я пальцы, конечно, хорошо обрезала ей много раз уже, когда открывала коробочку. И она очень трудно открывается. Минус, конечно, в ней есть. Ну, начнем, наверное, с аксессуаров сразу, чтобы потом я подставила Кюпид на место. Вот. ее на подставочку и начала обзор с нее. Вот. Это все аксессуары ее. А, еще, кстати, вот на ее руке я покажу аксессуар. Сейчас я подставлю на подставочку, чтобы мне было легче снимать. Вот. Так вот. Надеюсь, вы не упадете. Вот. Ну, давайте начнем, наверное, вот у меня что попалось. Первое. это вот такая вот ее расческа черная. Она черным цветом. Бывают разные расчески. В принципе, я расческами не пользуюсь. Они у меня просто лежат. Вот. Расчески, в принципе, они не нужны. Почему? Потому что у куклы волосы они, ну, с лаком заделаны. То есть, им, в принципе, не надо. А то лак весь этот идет, и прическа будет некрасивая. Ну, вот в виде ключика как бы наподобие. вот. И здесь вот такая вот сама по себе расческа. Вот. Внутри там номер написан этой расчески. Вот. И, в принципе, все. То есть, ничего такого рассказать я не могу. Также еще есть у нее и подставка. Подставка сама черно-белым цветом. вот. Здесь такой вот герб в виде герба Ever After High черным цветом она, как я говорю, она очень легко снимается. Здесь вот внизу есть вот такая сучка. На нее просто если нажать, то подставка сама вылетает. И поставить ее тоже очень легко. Просто достаточно просто подставить подставочку и там такой небольшой как бы хлопок идет, эта подставочка закрылась. Вот в обратной стороне там вот так вот выглядит. Ну, белая подставка обычная. Вот. Еще есть вот такие вот сейчас еще покажу крылышки к ней входили. К Юпит. Они белым и золотистым цветом покрыты. Также здесь вот на горлышке они держатся. Вот. И с другой стороны обычные белые крылышки. Ну, как бы как у ангела. Вот. И еще на ее руки я не стала отсоединять. У меня она на вот этих вот штучках. резиночки. Вот. Это вот такая вот лук и стрела здесь. Вот. Здесь, значит, все выполнено в золотистый цвет. И здесь вот такая вот не знаю, что это помпончик, наверное, как я поняла. Здесь она розовым цветом вот так вот выглядит. С другой стороны она вот так будет выглядеть. держится она просто на этой штучке. Так она, если ее снять с руки, то она не будет держаться, она будет просто валяться. Я решила оставить на руке. И еще есть здесь такие вот стрелы у меня. Ну, я не знаю, как это объяснять. Сумочка просто буду ее так. Они тоже золотистым цветом. Сердечко фиолетовым и ручка черным цветом. Ручка, кстати, гнется. Сейчас попробую показать. просто вот так нажимаешь и она гнется. На руке она прекрасно держится как сумка. Так как у Кьюпит не было сумки. И вот такая небольшая биография. Я обещала показать ее. Она выполнена в картон блестящий. Потом в розово-белый, черный, золотистый цвет у него. Вот тут такие сердечки прикольненько. И как она открывается. Здесь просто бумажка гармошкой собрана. Вот здесь сразу переходит на русский язык. Но я читать ничего не буду. В принципе биография одна и та же идет в интернете в официальном сайте. Вы можете прочитать. И дальше на других языках тут все уже написано. С другой стороны тоже есть. На каких хотите на таких языках прочитать. Главное каким языком вы обладаете. И в принципе давайте перейдем к обзору самой куколки. Сейчас секундочку я ее одену. Простите если я буду ошибки какие-то говорить в самой кукле. Может как-то будет неправильно называться что-то. Но я говорю как я знаю. Вот в принципе вот так выглядит сама куколка. Не знаю как вам еще показать. Вот так вот. Вот. Она очень красивая. Мне она очень достаточно такие нравится. Вот. Кстати соседка по комнате у нее блонди локс. Просто я за счет биографии вам говорю. Вот. Любимый предмет у нее мифология. Да мифология. Вот. Включение мифов. вот с другой стороны ее волосы просто. И значит давайте начнем наверное с ее макияжа. Макияж у нее выполнен вот так вот. Сейчас покажу. Брови у нее коричневым цветом. Губы у нее выглядят как сердечко. есть здесь вот докрашено. Здесь с этой вот справа и левой стороны докрашено обычным розовым цветом. И потом идет вот здесь вот в самом середине идет в виде сердечка малиновым цветом помада. Ее будет не видно, но я так вам говорю буду. Потом у нее глаза идут. У нее они и не голубые и не зеленые. Не знаю, может даже цветом зелененьким. Да нет, с таким вот зеленым. Не знаю, как объяснить, короче. Вот. Сами у нее тени розовые. И вот в принципе все. здесь такие вот сережечки. У нее черное сердечко и с другой стороны тоже черное сердечко на ушках. Вот. Из аксессуаров у нее есть сердечко, колечко. Вот сейчас на пальце. Вот так у нее пальчики выглядят там это здесь вот выполнено в сердечко, да, в стиле сердечко. Вот здесь одно колечко в стиле сердечко. Вот это вот. И второе в виде стрелы. Небольшой такой стрелы. Потом еще на второй руке у нее есть браслетик такой он в виде венка. Не видно вам? Жалко. Вот. Потом у нее еще есть поясок ее, которая у нее на талии. Вот. Он выполнен тоже в виде таких травки. Она золотистым цветом, колечко черным цветом и ее браслет серебристый, ой, золотым цветом. Вот. Ну и здесь ее там можно снять соответственно вот этот вот пояс вот черным цветом там. Вот платье само выглядит розовым цветом. Вот как вы видите я сейчас ручки подниму ей. Выглядит оно розовым цветом. Вот. Значит значит вот так вот выглядит. Вот. Ну я просто показала, задержалась, чтобы вам показать. сама вот эта сеточка это капрон. Вот. Ну вам не видно, она розовым цветом, более даже к белому. И платье само оно хлопок. Из хлопка сделанную, вот просто вам говорю, из хлопка. Она розовым белым цветом таким. Вот. Тут еще такая вот стрела и там лук еще, в принципе, в виде неба. вот. И все. Колготки у нее черным цветом. Вот такие вот в сеточку. Вот. Туфельки у нее сейчас я вам покажу. Немного вот так вот сделаю. Вот. Туфли у нее тут вот в виде крылышек. Тоже золотистым цветом. Каблучок у нее в виде сейчас вам наверное на этой ножке все-таки покажу. Каблучок у нее в виде стрелы. Вот. Там сердечко розовое. С другой если на другой ножке посмотреть, то будет там заканчиваться опять же стрела там и все остальное такое тоже золотистым цветом. С другой стороны просто наоборот выглядят туфельки тоже так же. Только просто по-другому если смотреть. Вот. И в принципе здесь еще осталось только наверху кстати из аксессуаров забыл сказать это ободок у нее наверху там золотистый в виде венка даже чуть-чуть выполнен. И такая вот тоже такая аксессуар дополнение к ободку сердечко идет. Оно типа облаков как бы и пронзает сердечко стрела вот такая вот вот сами волосы у нее бело розовые вот бело розовые у нее не волнистые внизу вот лакиров не лакированные а лаком покрыта челка вот так она будет выглядеть мне в принципе нравится кому-то из логеров она не нравится но мне в принципе нравится ничего такого здесь нету вот ну в принципе мне куколка нравится сама по себе минусов у нее нету вообще ноль минусов плюсы одни здесь точно есть правда вот если бы были минусы какие-то в кукле я бы ее не купила соответственно даже если она кому-то там нравится не знаю я бы ее не купила мне она нравится все в ней нравится плюсов куча минусов ноль вот и в принципе это все все что было от куколки вот так что всем пока с вами была Полина Холд сегодня это была моя первая рубрика о ну обзор эверяшек всем пока ждите новый обзор